Доброго дня, гражданная республика Астан, меня зовут Белева Сергей. Хочу подарить таблицу для расчета пособия, выплачиваемое из государства под социальное страхование на случай потери работы, на случай вытраты времени и транспособности и выплаты на случай потери кормильца. Значит, это табличная часть, здесь ставки социальных отчислений, здесь минимальная сумма социальных отчислений, рассчитанная из минимальной заработной платы, здесь максимальная сумма социальных отчислений, рассчитанная из максимального размера, то есть семи минимальных заработных плат. Данные здесь взяты с 2021 года, расчетные данные. В еще одном листе выплаты из государства фонда социального страхования извлечения из-за самого закона о социальном страховании статьи 20 здесь у меня статья 23 23 1 23 1 где есть само описание если вы уйдете вправо здесь все подробное описание все коэффициенты которые рассчитаны строго из закона взяты здесь сама табличная часть она пока помогает рассчитать полностью правой стороне здесь у нас есть коэффициенты стали участие участие в системе обязательно социального страхования коэффициент в зависимости от срока участия в этом дальше коэффициент раду способности восстанавливается медицинской комиссии и еще коэффициенты ижедневенцев эти все коэффициенты нужно будет вносить в нижнюю часть ну например коэффициент участия стажа мы берем ссылку и например берем у человека возьмем коэффициент 1 это от 60 и более месяцев если человек там находится значит здесь например у нас дальше коэффициент трата способности есть 05 есть у нас коэффициент трата способности есть 05 есть 03 есть 07 что такое 07 степень трата способности от 80 до 100 процентов то есть это временно это не инвалидность ну например там перелом руки и так далее например я когда работал в литейном цехе у меня была утрат способность 60 процентов потому что это ручной труд и соответственно я не мог работать отбойным молотком у меня был коэффициент 05 количество ижедневенцев они зависят от количества людей которые зависели от человек который погиб уже в данном случае 1 904 при духе 905 при 4 и более коэффициент 08 ну поставим коэффициент 06 это у нас получается 3 ижедневенцев что здесь нужно вот желтая столбец это то что нужно заполнить заполняется это на основании выписка социального страхования я у меня есть видео на моем канале как его получить с помощью сотого телефона и так далее значит берем социальное отчисление например 77476 именно из выписки скачанность сона именно оттуда что сказал бухгалтер руководитель не имеет значения например 7476 это значит что доход был для исчисления социальных отчислений 2013 213 600 тенге а зарплата с учетом пенсионных отчислений было 237 тысяч 333 например а здесь напишу 8000 до значит доход для расчета социальных отчислений был 228 тысяч 571 это здесь прошиты формулы вот здесь вот можно будет их посмотреть здесь тоже прошита формула их можно посмотреть все эти выплаты что потери работы что утрата способности что по ижедневенцев берется за последние 24 месяца когда перед наступлением социального случая ну давайте возьмем вот у меня был все эти отчисления последние 24 месяца я беру заполняем меня автоматический показ доход то есть за последние 24 месяца при таких отчислениях у меня был общий доход 5 миллионов предположим это значит что в случае утра потери трудоспособности то есть например меня сократили с работы это значит мне будут выплачивать по 64 тысячи тенге 80 и 64 1080 г ежемесячно это понятно да вопрос сколько будут выплачивать давайте сейчас откроем здесь случае потери работы здесь у нас есть отдельная статья где говорится может быть выплачивать до несколько месяцев так вот сейчас я увеличу значит у нас получается что один месяц случае если у меня стаж был от 6 до 12 месяцев и 6 месяцев случае когда лицо потеряешь работы на основании предусмотрим статьи 123 это сокращение штатов вот если сокращение будет 6 месяцев уплачивать по 64 тысячи если была утрата родоспособность но например повредил руку или ногу не можешь работать тогда на время нахождения по утрату родоспособности по больничному лесу будут ежемесячно выплачивать по 57 тысяч 68 тенге если утра это человек погибает тогда иждивенцы будут уплачивать ежемесячно по 68 тысяч 481 тенге до достижения 18 лет и так далее у меня есть ссылка как социальные выплаты производятся именно конкретно из государства фонда социального страхования вот эту таблицу я сейчас выложу в телеграм подписывайтесь на мой телеграм-канал оттуда вы сможете скачать и сами самостоятельно примерно сформировать будущую не знаю там большие какие-то потери условно говоря давайте вот сейчас эту возьму телеграм-канал мой так мой телеграм-канал мой мой телеграм-канал вот он очень просто английскими bs 83 семерки 713 471 выкладываю сюда файл социальные выплаты государства фон социального страхования 2020 год открыть там для скачивания все этот файл вы можете скачать вот я уже выкладывал по социальным пособия по для женщин сколько полчаса назад уже четверо человек скачали у меня есть ю тубе канале сейчас то что я рассказываю выложил youtube канал для того чтобы было удобно пользоваться если вы работаете легально то государство создала клуб взаимой помощи называется государственный фонд социальное страхование работодатели платят за вас социальное отчисление и вы имеете право на это отчисление обязательно следите за социальным отчислениями заказывайте их через электронное правительство даже через сотовый телефон получайте выписку и смотрите как работодатель платит вам социальное отчисление потому что если завтра вас уволят по любой причине то чтобы уже там пенсионер или вы плохо работаете или вы прогуляли неважно по какой причине вы потеряли работу если вы станете на учет по безработным вам будут производиться вот это выплат из государства фонда социального страхования не дай бог вы погибнете если ваши иждивенцы они будут получать пособие из этого фонда если вы повредите свое здоровье не способны будете зарабатывать тоже будут производиться выплаты если вы самозанятые платите хотя бы единый социальный платеж совокупный платеж тогда в случае потери трудоспособности и случае потери кормильца государство тоже не оставит без внимания ваших ваших иждивенцев поэтому пожалуйста защищайте себя такая форма защиты в казахстане действует этот файл я уже выложил telegram канал подписывайтесь на мой telegram канал я выкладываю даром то что я создаю сам для того чтобы вы могли как бы себя защитить а у меня на сегодня все доброго дня